Приветствую вас. Свой вопрос вы не задаёте, но описываете достаточно лаконично проблему, при которой ваш молодой человек, имея с вами дружбу, не позволяет вам общаться с другими парнями и гулять одной. И вы знаете, прежде всего, наверное, прежде чем вообще что-либо сказать вам по этому поводу, давайте мы просто обозначим некоторое противоречие. Наше противоречие будет состоять из трёх элементов, хотя обычно оно состоит из двух, но в вашем случае, мне кажется, можно сделать всего трилинейным трёхобъектным. Значит, первое, это дружба. Дружба, если вы в силу особенностей своего социально-культурного воспитания не понимаете под ней что-то другое, значит, означает, что вы просто вместе какое-то время проводите, с молодым человеком, я имею в виду, потом вы просто общаетесь, вас что-то объединяет, и всё. При дружбе молодой человек не несёт никакой ответственности за, например, вас. Он не отвечает за ваши действия. Он не имеет на вас прав никаких, кроме тех, что, ну, кроме тех, что являются естественными при наличии этой самой дружбы. Да, то есть, ну, понятно, что дружба, она у всех бывает разная, и, в общем-то, по-разному эта дружба проявляется у разных же людей. То есть, вот это вот желательно, ну, вам понимать, как минимум, да, что дружба у всех разная. Но у вас, вам нужно определить в себе, вот, свою дружбу, какая она у вас, эта самая дружба. То есть, как вы понимаете дружбу. И, пожалуй, ориентироваться здесь нужно. Я бы сказал, не на то, что думает молодой человек, именно в контексте дружбы мы сейчас говорим. А на то, как вы сами понимаете эту самую, опять-таки, дружбу. То есть, вот, как вы ее понимаете, что для вас дружба значит, вот, то и нужно, как бы, продвигать по отношению к, ну, молодому человеку. И если для вас дружба, это вот набор определенных элементов, набор определенных, ну, знаете, как сказать правильно, набор поведенческих моделей, и мужчина эти поведенческие модели явно преувеличивает. То есть, он явно требует от вас того, что нельзя требовать при дружбе. Что вам справедливо будет его немножечко, ну, скажем так, вам справедливо будет его немножечко, как бы, ну, посадить. Значит, это будет справедливо. Справедливо, потому что, опять же, опять же, если мужчина дружит с вами, и при этом он переходит границу этой самой дружбы, то ничего хорошего в этом, конечно же, нет. Итак, первый объект нашего противоречия мы с вами нашли. Это дружба. Дружба, в данном случае, как граница ваших отношений, ограничение, тип ваших отношений. Определили дружбу. Хорошо. Теперь дальше. Следующий момент. Это 6 лет. То есть, вот, 6 лет вы дружите. И если я правильно понял, то, как минимум, последние годы, молодой человек вам, ну, не позволяет что-то делать. Пока не будем говорить, что он не позволяет делать. Об этом мы не будем говорить. Пока. Если за это время можно было совершенно спокойно, либо перевести ваши отношения, ну, на уровень выше, на уровень ближе, да, встать друг к другу. Либо, собственно говоря, так и остаться друзьями, и каждому из вас наладить свою собственную жизнь. Но вы этого не сделали. То есть, у молодого человека, как я понял, исходя из вашего текста, в своей жизни, ну, по крайней мере, мне показалось, в своей жизни нет. И у вас тоже, как бы, своей личной жизни, ну, тоже нет. Именно из-за того, что, как бы, молодой человек вам не дает. То есть, в какой-то момент ваши отношения просто-напросто, знаете, ну, можно сказать, застопорились, встали, встали на одном, ну, на каком-то вот уровне. И не позволяют вам, значит, собственно говоря, не позволяют вам жить в своей жизни. То есть, за это время уже можно было бы давно что-то определить, что-то решить. Но, ну, молодой человек, молодой человек этого почему-то не сделал. Не сделали этого почему-то и вы тоже за 6 лет. И возникает вопрос. Почему? Вы считаете, что, ну, хорошо, если, например, вы не могли, там, сами решить этот вопрос. Хорошо. Почему этого не сделал, например, ваш молодой человек? Ну, ведь это не так, словно на самом-то деле. Но этого не сделал. И мне бы хотелось, все-таки, чтобы вы этот момент тоже для себя как-то вот, ну, знаете, выявили, так? То есть, 6 лет дружбы. При том, что вам за эти 6 лет, ну, как бы, как бы, вот, ничего, никакого развития, никакого, как бы, позитива, да, кроме ограничений, как я понял, нет. Для чего вы их терпите и почему? Далее. Следующий момент. Заключаются и следующий, и последний момент. Последний в нашем... Ну, значит, последний в нашем списке противоречий. Следующий момент. Это момент тоже, что он вам не позволяет, ну, знаете, как, он не позволяет вам на... Хоть, ээээ... С кем-то гулять и так далее. Почему не позволяет он вам этого делать? Ведь он же для вас всего лишь друг. Он вам друг только. И вы ему тоже друг. Как может друг запрещать своему другу налаживаться в свою личную жизнь? Это, простите, эгоизм. Это, простите, эээ... Ну, как вам сказали, ревность. Но дело не в том, что доставляет мужчину так себя вести. Дело не в этом. Дело в том, на самом-то, самое главное. Дело в том, почему вы позволяете вот этой всей ситуации происходить с вами. Надеетесь ли вы на какое-то развитие событий садитесь? Например, что мужчина однажды вам, ну, я не знаю, все-таки сделает, там, предложение, может быть, или что-то еще. Но, этого, если за шесть лет не случилось, то вряд ли случится уже. И непонятно, с чего вы все же ждете. Чего вы ожидаете? Итак, мы с вами обозначили противоречие. А теперь вам нужно самой определить для себя, как вы это противоречие для себя разрешаете. Очень важно, чтобы вы это определили сами для себя. Как вы разрешаете для себя это противоречие? У мужчины, видите ли, у мужчины много может быть всяких своих проблем, трудностей. У мужчины может быть много, очень много своих, там, комплексов, может быть, даже, и прочее, прочее, прочее. И это все неважно для вас, потому что важно не думать о себе. «О себе вы забыли?» И весь вопрос в том, ради чего. Ради чего вы о себе забыли? Вот это то, как раз, что я хотел бы у вас спросить. «Ради чего вы о себе забыли?» Попробуйте, как раз таки, на этот вопрос для себя самой ответить. И вопрос этот принципиален для того, чтобы определить причину, по которой у вас такое уже длительное достаточно время, ну, можно сказать, в зависимости от молодого человека. И если у него есть свои мотивы, вполне вероятно, что мотивы у него, как бы, ну, мотивы у него вполне осознаны, то есть, как осознает, для чего он это делает. Что ж вы, как мне кажется, можете не осознавать то, что вам и движет. Ну и тогда этого сделать, это сделать необходимо. необходимо опознать, для чего вы это делаете. И, собственно говоря, тогда, когда вы это сделаете, вам будет понятно, как дальше решать проблему. Вот то, что я могу вам сказать. то, что я могу вам здесь порекомендовать. В зависимости от того, захотите ли вы давать обратную связь, например, мне, или выберите кого-либо другого для решения вашей проблемы, можно будет продолжить корректировать ваше поведение. И как-то вам помочь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделать его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!